Мы начинаем. Второй раздел нашего курса, что называется «Социальная философия». И первое, с чего мы начнем, это с того, чтобы рассмотреть, какие есть формы движения в материи. Формы движения мы рассмотрим три. Самая простая форма движения – это становление. Следующая форма движения, которую мы рассмотрим, называется «Изменение». Третья форма, которую мы рассмотрим, называется «Развитие». Ну и как положено в систематических курсах, начнем мы не с сложного, а с простого. Становление – это самая простая форма движения. Ее в этом смысле проще всего изложить. Но в изложении и становлении тоже нужно начать не за сложного, а с простого. Более того, надо начать вообще с самой простой категории диалектики. Как вы думаете, какая самая простая категория диалектики? Проще – нет. С чего надо начинать? Это вот у Гегеля в «Науке логики» целое обсуждение идет довольно обширное. С чего начинать науку? Если с чего-то надо начинать, то кажется, что надо начать с чего-то знакомого, известного. Вот вы это знаете, давайте начнем с того, что вам известно, и тогда вам будет легче. А что вы в самом начале можете сказать про то, что известно? Про то, что вам знакомо в самом начале сказать? Не то, что, так сказать, хранить что-то в голове, а что вы можете высказать про то, что вам известно в самом начале? Вот надо подумать на эту тему. Что можно высказать про то, что вы якобы хорошо знаете? Допустим, вы знаете себя, да? Я. С Я. Начнем с Я. Что вы можете сказать про свое Я в самом начале? Что вы человек? Какое же ничего себе, чтобы знать, человек это опять сложная категория. Это ради простоя. Это слишком сложно человека сразу узнать. Человек сослуживает того, чтобы мы рассмотрели и пришли к этому, что такое человек. А тут вы с человека начинаете. Самое простое, простое. Кто в самом начале лежит вообще в логике и в самом начале философии? Вот если вы начинаете, начало что такое? Мы об этом говорили. Начало науки, вообще начало. Как вы понимаете начало? Знаете, что такое начало? Никогда ничего не начинали? Когда вы что-то начинаете, что вы собираетесь получить? Если вы что-то начинаете делать, то вы, наверное, что-то собираетесь получить? Результат. Но если вы собираетесь получить результат, то если вы начинаете, то вы начинаете этот результат добывать? Результат делать, правильно? Творить. Здравствуйте. А результат? Тогда что такое начало в отношении к результату? Неокончено. Неокончено это у вас не начало, уже долго-долго его разбавить, так сказать, вели-вели, осталось только доделать. Это неокончено. Когда дом недостроенный уже, 12 этажей построили, а потом ушли, сколько деньги окончили. Это недостроенный, неоконченный. А в начале был дом? С чего начинался дом? С того, что строили, с того, что копали. Козлован. Ну, так что начиналось не с этажей. Вот в самом начале, но это начало строительства уже дома. Можно сказать, что вот это вот то, что начинается на стройке, это дом в самом начале. Не ради этот дом. Правильно? Да. До какой степени не ради? До такой степени, что кроме клавана ничего и нет. Ну, и чертежи есть, да? И архитектор, есть и разрешение получено, и так далее. Но это строительство дома. А вообще, если мы будем определять, что такое начало, это надо понять и запомнить, что начало не может быть определено без того, начало чего. Если вы начинаете учиться на музеолога, то вы в начале кто? Музеолог в начале. Правильно? В начале пути. А если вы закончили обучение, то вы тот же музеолог, но уже как результат обучения. Есть разница? Музеолог в начале и музеолог в конце. Если вы решили построить дом, то у вас не может быть просто начало. Это начало строительства дома. Или это дом в начале и дом в конце строительства. Дом как начало и дом как результат. Как соотносятся результаты начала? Результат – это не развитое начало, это развернутое начало, результат. А начало – это не развитый результат. Вот это надо понять. То есть это соотносительные понятия. Вы не можете говорить о начале чего-нибудь, не говоря о результате. Иначе вы ничего не начинаете, просто что-то делаете. Ну делаете вы что-то такое там, шевелитесь, что-то такое производите, какие-то движения. Это никакое не начало. А вот если вы целенаправленно собираетесь что-то сделать, тогда это начало. Но находитесь... То есть тогда вы имеете самую неразвитую форму того, что собираетесь получить в начале. Начало – это не развитый результат, а результат. А результат – это развернутое начало. То есть есть такие категории, которые являются соотносительными. Как вы будете определять, что такое верх? Это не низ. А низ – это не верх. Или, допустим, что говорит слово «жена». Жена говорит, что муж есть у нее. А муж – это разговор. Жена – это разговор о мужем. А муж о чем говорит? Если человека называют мужем чьим-то, то что у него жена есть. А кажется, что о нем. Так о нем-то и о нем. А жене разговоры эти говорят муж. А если говорят жена, значит о муже говорят. Ну в такой форме. Соотносительные. Не может быть, если есть такие парные категории, их нельзя брать изолированных от второй категории. Допустим, друзья не могут быть, не могут друзья состоять из одного человека. Если это друзья, так значит есть какой-то другой, хотя бы один друг. Правильно? А если этого друга нет, то это никакие не друзья. Это отдельные, изолированные индивиды. И все на этом. Поэтому, если вы что-то начинаете, то в какой форме? Что вы знаете в самом начале? Что вы можете, если даже вы много знаете в начале? Что вы можете сказать в начале про то, что вы хорошо знаете, понимаете? Ну в самом начале, что вы можете об этом сказать? Что вы можете успеть сказать в самом начале? Про то, что вы вот, ну все у вас, уже есть все выстроено в голове. Ну в начале, вы же с чего-то начать должны разговор. Ну скажем, такая задача у лектора. Потому что если я подготовил лекцию для вас, которую я буду читать в полтора часа, то я вообще в начале должен знать, о чем будет лекция? Какой будет результат и к чему я веду? Или я не должен знать? Должен знать. Но в начале-то я не могу уже вот сказать все это выкладывать. Нащать ты, я все-таки должен начать с чего? С простого или сложного? С простого. Так что самое простое? Субъект. А? Субъект. Субъект самый простой? Мы не знаем, что такое субъект. Значит, такой субъект, надо знать, что такое объект. А уже надо две категории знать – субъект и объект. Потому что одна категория. Субъект без объекта и объект без субъекта не существует, правильно? Это парные категории. А вы должны начать с чего-то одного. И начать вы должны с простого или со сложного? Простого. Простого. А вы все время не предлагаете такое, что я вам сразу вас останавливаюсь, потому что это очень сложно. Это нормально начинать с простого? Нормально. Более того, если бы вы хотели начать со сложного, если только вы начинаете, и в этом говорится, оно еще пока простое. Что вы можете сказать в самом начале? Это вот называется проблема начала. Вот Гегель в науке логики своей на этой проблеме останавливается и говорит, да вы можете начать с чего угодно. С чего бы вы не начали, но вначале вы, раз вы начали с этого, то оно есть. Правильно? Вы начинаете с того, чего нет, или с того, что есть? С того, что есть. С того, что есть. Раз вы начинаете. Если вы не начинаете, то его нет. А если вы уже начали, то оно есть. Даже если вы начали что-нибудь есть, оно уже есть. Правильно? Только вы поднесли картофель, пригубили, начали его есть, значит оно есть. Если вы с чего-то начали, то есть. А какое оно? То есть, если оно есть, как оно называется? Категория, которая говорит о том, что есть, называется бытие. Вот если вы есть, значит вы бытие. А если бы у вас не было, вы были бы ничто. А вы есть, значит вы бытие. Значит начинать приходится, с чего бы вы не начали. В самом начале, и даже если вы хотите, вы уже много знаете, хотите рассказать про это, в начале вы можете сказать про то, что оно есть. Мало того, различает. Что вы можете сказать в самом начале про то, что есть? Только то, что оно есть и все. Правильно? В самом начале. А дальше уже следующая мысль. А в начале вы можете сказать только то, что оно есть, а вот такое бытие, про которую вы можете сказать только, что оно есть и все, имеет специальное название. Это не какое-то там сложное бытие. Все есть бытие, правда? Поэтому про это можно рассказывать очень долго. А самое простое бытие, которое в самом начале, называется чистое бытие. Вот это вот и есть начало логики. Чистое бытие. Я вам объявил, куда мы придем. У нас тема объявлена. Мы будем заниматься становлением, правильно? Но по необходимости мы начинаем с чего? С того, что есть, то есть бытие. Из какого? С чистого. А что такое чистое бытие? Это самая простая категория философии, диалекции и прочее не может быть. Потому что если это не бытие, то этого нет. А раз нет того, с чего вы начинаете, не о чем и говорить. Поэтому с одной стороны вы должны говорить о том, что есть, а с другой стороны вы находитесь в самом начале. А раз вы находитесь в самом начале, то это не какое-то сложное бытие, а какое? Это самое простое бытие. И если вы это самое простое бытие осознали, вот оно называется чистое бытие. Вот сразу хочу сказать, что это очень важно. Вот эта категория бытия очень важна. Вот для вас важно, что вы есть или вас нет. Это важно? Или вот вы есть или вас нет? Или у вас деньги есть или нет? Компьютер у вас есть или нет? Первый вопрос, который встает всегда. Это есть, это бытие или нет? Это не бытие. Вот если есть бытие, тогда можно дальше идти. А если этого нет, то мне некуда идти. Правильно ли? Мы ничего не имеем для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому начать, если начинаем мы что-то делать, мы начинаем от бытия. Но в самом начале мы начинаем с самого простого бытия. А самое простое – это чистое бытие, про которое мы знаем только то, что оно есть. И если даже мы знаем больше, но не успели вначале сказать больше. Я, может быть, знаю там вот три города. Ну, так вы даже можете предполагать, что если я вам курс читаю о философии, то я чуть-чуть больше знаю, чем чистое бытие. Но я не могу вам сразу же все выдать. Правильно? То есть я вам должен выдавать последовательные, простого, сложного. Вот у нас был такой раздел в нашем курсе – описательный. Когда это раздел описательный, не систематический, то мы можем, так сказать, вот об этом сказать, об этом сказать. Я вас информировал, какие там есть течения философские, какие в истории были взгляды и прочее. Это вы можете прочитать в книге, в любой, там, можно взять лекции по истории философии. Гегеля самое хорошее прочитать. Можно любые источники по истории философии прочитать. Ну, люди, которые пишут эти источники, они ведь, собственно говоря, особенно это и не ученые. Потому что что они делают? Ну, надо взять книгу и пересказать. Вы пересказ когда научились в школе делать? В каком классе? В начальной школе. А? В начальной школе. В начальной школе, да? Ну, поэтому, если человек умеет пересказывать и никакой теории не знает, он взять, может, какой-нибудь учебник и пересказать. В чем проблема? В какой-то мере я вынужден был эту работу тоже проводить, которая мне не очень даже не нравится, потому что я просто должен пересказывать, что было, 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 было. Ну, было. В общем, тут наука. Ну, как вот смотришь на этот обзор того, что было, как люди, что люди на нас говорили, писали, тем более вы музеологи, вы такую картину должны знать примерно, чем руководствовались люди, о чем они думали, что они предполагали, как они считали, потому что это было все в неразвитой форме, а сейчас мы имеем дело с современной философией, которая уже превратилась в систему, и эту систему, как диалектическую систему, создал Гегель, но в идеалистической форме, а уже в материалистическую форму. И в этой системе предали Маркса и Энгельс, и это не просто система, которая перевернута идеализмом, это не просто диалектический материализм, это уже диалектический и исторический материализм, поскольку он включает в себя материализм, применённый к истории. И в этом смысле это вот такая развернутая и полная система, которую мы можем считать самой современной из систем. А отдельные взгляды, отдельные философы, они никуда не пропадают. Всегда во все времена кто-нибудь что-нибудь пишет. И кто-нибудь что-нибудь может найти новое, или кто-то может найти какие-то критические замечания к тому, что имеется в системе и так далее. Но систем, как таковых научных, всегда мало в каждой науке. Мы об этом уже говорим. Теперь задача, которая перед вами стоит, очень простая. Я к вам хочу обратиться. Не могли бы вы обдумать чистой бытией и поделиться с нами результатами вашего обдума? Не скажите, что я вам сложную задачу, потому что я вам дал. Какую категорию? Простую или сложную? Простую. Не просто простую, а самую простую. Проще нет. Поэтому вам, я хочу сказать, вам повезло. Если я ей дал самую простую, вам уже не повезло. Но вы белую? Вам и начинается. А она знала, что ей попадется уже не самая простая, а она более темная одежда. Самая простая категория не определяется. Почему не определяется? То, что есть, это и есть ее определение. Чистое бытие – это то, что есть. Про то, что можно сказать, что оно есть. И все, без всякой дальнейшей определенности. Вы рассказаны. Почему вы сказали, что она не определяет? Ее определение в том, что оно есть чистое бытие. Что оно есть. То, что есть, и про которое больше ничего не говорится, называется чистым бытием. Чего тут непонятно? А я вот предлагаю вам обдумать эту категорию. Что вы можете сделать, какой вывод? Подумайте над простым. Над сложным вы все время задумывались. На всяких других занятиях. Вам на философии предлагают подумать о простом. Говорят, это плохо, а о простом подумать. Проще нет ничего на свете. Вы когда-нибудь задумывались над самым простым из всех категорий, которые есть? Вот вам предлагают все сегодня подумать. и что, какой вывод вы сделали? Что в вашем мысли по поводу этого самого простого? По поводу чистого бытия? Это категория есть во всем. Категория чего? Это категория есть во всем. Это категория, а дальше? Есть во всем, потому что... Есть во всем, да. Согласен, что она есть во всем. Правильно. Она есть во всем. Еще. Ну, раз она есть, да. Ее во всем можно сказать, что оно есть. Правильно? А во всем, что мы делаем своим предметом рассмотрения, раз мы делаем предметом рассмотрения, значит, она есть во всем. То есть, чистое бытие... Что есть чистое бытие? А все. Все есть чистое бытие в самом начале рассмотрения. Правильно? Вот что такое стол. Это чистое бытие. Когда я еще не успел сказать, какое это бытие, правда? Не рассказал ни про крышку стола, ни про ножки стола, ни про устройство стола. А в самом начале, когда начинаю, а про вас могу сказать, что это чистое бытие? Если я еще начал рассказывать, но еще были ничего не рассказали. И про меня вы можете поделиться впечатлением. Да вот пришло к нам чистое бытие. Читать лекции. В самом начале все еще сказать. А вы к каким бычим приходите, обдумывая чистое бытие? В жизни не всегда же бывает такая ситуация, когда сидишь так и обдумываешь, вот как вы точно как философ сейчас сидите и обдумываете, что такое чистое бытие. Хороший был по-партаменту. Чистое бытие. Что это? Что о нем можете сказать? Ничего не можете сказать? Вот надо изощриться. И вот это искусство философское состоит в том, что мы из того, из тех мыслей, которые приходят, не отпрасывая тех, что и сказать, ну я ничего не могу сказать. А в мысли даже самые, которые представляют вас неспособными и не знающими, мгновенно можно превратиться в способные и знающие. А делается это так. В самом начале о чистом бытии мы знаем, что оно есть. А дело не в том, что мы о нем больше ничего не знаем. Не наш мозг схлап и не наши знания скудны. А об этой категории больше нечего сказать. Правильно? Ну если это простая самая категория, ну если вы поняли, что такое простое, уже сказали, что оно есть. Ну в самом начале больше нельзя ничего об этом говорить, об этой категории. Нечего о ней сказать. Когда я говорю, что есть и все, а где есть, что есть, как есть, это тоже следующая категория. А в самом начале о чистом бытии просто больше нечего сказать. А что можно сказать о начале, в начале? В начале о начале ничего нельзя сказать, кроме того, что оно есть. Есть. И вывод какой. Ну раз о нем ничего нельзя сказать, кроме того, что оно есть. Вы слышали слово «ничего»? Я только что произнес. Ничего нельзя сказать. Я не случайно его произнес. И вы если начнете обдумывать это gelirе, тоже придете к выводу, что о начале, в начале ничего нельзя сказать, кроме того, что оно есть. То есть оно есть и больше нечего о нем сказать. Ну самое простое, пустое Ну раз оно пустое, что бы о нем Я говорю, давайте про него рассказывать А нечего про него рассказывать, кроме того, что оно есть Правильно? Такая вот категория Про которую нечего больше рассказывать Это абстрактная категория, самая общая Категория самая общая И мы к какой мысли с вами пришли тогда? Никакой? Или просто сказали, что мы слабы Наш мозг слаб Мы ничего не можем рассматривать Так будем себя вести, или наоборот Наш мозг силен Мы обдумывали и пришли к выводу, что С чистым бытием больше сказать нечего И это такой строгий научный вывод Как вам больше нравится поведение? Вот первый вариант, а второй Вот вы присутствуете на экзамене Вот приходите на экзамене, я ничего не знаю Ничего не знаете, два и до свидания А я спрашиваю, что вы знаете Об этом вот Что на его замечательном? Вот, видите, уже на тройку вы наскрепли Уже гарантированная Положительная оценка А еще что вы знаете? Мы же договаривались один вопрос Вы вообще можете начать уже защищаться на этом рубеже Стоять уже, воевать со мной Правильно? Тем более вы А если вы дальше пошли, вот как сейчас Я вам предлагаю А что еще можно сказать? А мы еще можем сказать о том, что больше нечего сказать Об этой категории как и таковой Это содержательное высказывание у меня Больше об этой простой категории Нечего сказать как и таковой Если мы о ней что-то другое скажем Это будет уже не она Правильно? К белому цвету, если что-то прибавить Уже не будет белое К черному цвету, если что-то прибавить Сейчас Голубое, синее, зеленое, красное Уже это не будет черное у вас Точно так же, как и к белому А если мы же говорим о белом Я спрашиваю про белое Про простую категорию чистого бытия Так больше нечего о ней сказать как и таковой Согласны? А раз нечего сказать Вы слово «нечего» тут увидели, нет? Ну раз нечего о ней больше сказать Наша мысль пришла от мысли о чистом бытии К мысли о нечего То есть о нечто Это фиксируется вот в диалектике В логике, в диалектической логике Фиксируется движение мыслей Не движение мыслей вашей лично Вашей лично, моей лично А те движения мыслей, которые должен сделать Каждый мыслящий человек, который обдумывает Этот вот предмет Человек, который обдумывает чистое бытие Не может не прийти к мысли о ничто И приходит к мысли о ничто Как это фиксируется в диалектике в логике идеалектической, что чистое бытие переходит во что? В ничто. В какое? Что вы знаете про это ничто? Кроме того, что оно есть, значит, вы ничего не можете про него сказать, кроме того, что оно ничто пока. Поэтому в чистое ничто, чистое бытие переходит в чистое ничто. Вот смотрите, что у нас получилось. Начало наших занятий мы посвятили изучению начала. Правильно? И в результате изучения начала мы пришли к выводу, что начало – это чистое бытие. А раз это начало, то мы начали его изучать дальше. И изучение этого чистого бытия привело нас к мысли о чём? О чистом ничтое. И мы сделали вывод, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Это важный вывод, логический, да? А если чистое бытие перешло в чистое ничто, что надо делать? Что у нас теперь перед нашим умственным взором, если уже чистое бытие перешло в чистое ничто? Что у нас теперь в руках? Что у нас на столе, так сказать, умственном, где мы разглядываем? Чистое ничто. Что вы знаете про чистое ничто? Чистое ничто. Вот, видите? А раз оно есть, то чистое ничто переходит во что? Чистое бытие. Нет. У нас чистое бытие было в начале, а это теперь бытие, которое получится. Вы знаете, что это такое ничто, которое перешло в бытие. Это уже бытие, без слова «чистое», потому что оно результат двух шагов нашего мышления. Чистое бытие переходило в чистое ничто, чистое ничто перешло в чистое бытие, значит, это нечистое бытие. Простите, чистое бытие перешло в чистое ничто, ничто снова перешло в бытие, но оно уже нечистое, потому что оно и результат двух движений мыслей. А раз оно и результат, как уже оно чистое? Начало было не результатом, начало было только начало. Поэтому мы имеем дело с бытием. Чистое ничто перешло в бытие. А бытие-то мы уже выяснили, что даже чистое бытие переходит в ничто. Правда, чистое. Но чистое уже теперь ничего не будет. И это бытие-то уже перейдет во что? Ничто. И что-то там мы получили. Так и будем ходить назад вперед? Чистое бытие в ничто теперь, ничто в бытие. Бытие в ничто, ничто в бытие. А уже бытие не переходит, а перешло в ничто. А ничто не переходит, а перешло в бытие. К какому выводу мы должны прийти? Не такому простому. Просто бегать будем туда-сюда? Или наша мысль будет бегать туда-сюда? Или мы должны понять, что мы имеем дело не просто с переходом бытия в ничто, И не просто с переходом ничто в бытие, а с движением исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Вот к чему мы пришли. То есть это уже не просто сформулировать, правильно? То есть требуется какая-то такая философская логическая культура, чтобы осознать, к чему мы пришли. Не просто у нас такое чередование идёт, в котором мы застрянем, это в одно, это в другое. А мы имеем дело с неким единым, у нас объект нашего мышления уже такой. Перед нашими глазами бытие превращается в ничто, ничто превращается в бытие, и ничего другого. Они не останавливаются же, у нас нет же никакой остановки. Как только бытие перешло в ничто, ничто сразу переходит в бытие. И оно вне времени, потому что тут ещё ни о каком времени мы не говорим. Просто одна категория переходит в другую, а другая в первую. И так они всё время друг в друга переходят. Это называется движением исчезновения, бытия в ничто, а ничто в вытие. Ну хорошо же. То есть мы с вами сначала изучали чистое бытие, потом чистое ничто, потом мы получили уже просто бытие и просто ничто, которое друг друга переходит. Но это переход не поочерёдный, а это бытие всё время переходит в ничто. А ничто всё время переходит в бытие. Поэтому это не какие-то два перехода, это единое движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытие. Вы так с таким объектом когда-нибудь имели дело, логическим, который представляет собой вот это вот два противоположных движения в одном движении. Одно движение, которое представляет собой движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Имели такое вы когда-нибудь? Знакомы с такой категорией? Эта категория нам не знакома. Почему? Потому что мы знакомы с формально-логическими категориями, которые исключают противоречивые. А эта категория сугубо противоречивая, правильно? Потому что здесь и то, и другое, одновременно. Бытие переходит в ничто, ничто в бытие. И можем записать, что вот мы имеем дело теперь, пришли к такой мысли о том, о движении исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Так и надо записать. У нас было бытие, было ничто, а теперь имеется бытие. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. Как бы вы назвали движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие? Как бы вы это назвали? Встановление вы бы назвали. А вы бы как? А вы сами придумали, а вы Гегер взяли? Вот логически, видите, не надо быть Гегелем, чтобы понять, что это становление, вот это вот движение, и мы, значит, как мы делаем, не так, как вот обычно в математике или других случаях, становление это, так называют обычно, определение, а мы не так делаем, сначала вот как в жизни, сначала ребенок рождается, потом его называют, или наоборот, сначала регистрируют, придумывают ему имя, регистрируют, потом он рождается, дескать, ну, уже все нормально, все хорошо, так сказать, вот проверили, то есть ребенок нормально разбивается, вот роды матери, давайте ему роды имя дадим, нет, давайте, вот пусть он родится, все-таки это сложный такой этап, и роды бывают непростые, бывают всякие ситуации с ребенком, и с матерью, давайте мы раздадимся, а потом тогда уже, а потом еще спорят родители, и с дедушкой, и с бабушкой, и даже иногда так спорят, иногда чуть и не ругаются, как-то, ну, вообще, наверное, родители-то вот имеют право назвать, как они считают нужным, это важно, конечно, родители-родители, но все-таки сами-то родители, непосредственно, кто является родителем и ребенком, могут назвать, то есть сначала идет рождение, а потом название, поэтому вот родилась эта категория, и тогда надо так описать, что вот то, что имеется, называется, не становлением называется, а вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в пути, которое уже есть, мы его уже изучаем, мы уже его наблюдаем, мы уже о нем думаем, мы уже о нем говорим, вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в пути, называется становлением. Вот это родившийся ребенок называется петий. Вот это исчезновение бытия в ничто, а нечто в бытии, называется становление. И так во всей логике. Вот мы новую категорию сначала получаем, выводим, а когда она получается, то нам ее называем. Например, сразу перескакиваю на такой пример, как, скажем, вот из капитализма родился какой-то другой общественный строй. Как назвать его? Ну, как-то надо назвать. Ну, так что надо называть? То, что рождается из капитализма. А не так, что мы сначала назвали, а потом он рождается. Нет. Вот родилось, и мы называем. Вот такой строй, который рождается из капитализма, как называется? Понимаете? Коммунизм. А места социализма тут вот в этом названии, в таком подходе нет. Это социализм, просто не развитый коммунизм, правда? То есть это когда, ну, как человек, вот вы молодой человек, да? Или девушка, девушка молодой человек, но вы же человек, или девушка это не человек? Молодой человек не человек, а лягушка. Так нельзя сказать? Так выглядит, коммунизм может быть молодой, не развитый, не зрелый, не спелый, в первой фазе. А есть еще переходный период от капитализма к коммунизму. Это другой вопрос уже. Он еще рождается, это период рождения нового строя, переходный период. В Китае где находится? Он же построил социализм, но он в переходном периоде где находится? От капитализма к коммунизму. Вот они говорят, что у нас этот переходный период будет сто лет. Может и будет сто лет. Так что? А у нас переходный период в Россию был от капитализма к коммунизму по 17 лет. С 17 по 36, 35 и 36 год. 18 лет. Возвращаемся к вопросу о том, что мы теперь впервые с вами знаем такую категорию становления, которая является сложной. И что она сложена? Если она сложена, сложная категория, это значит категория сложенная из простых. Сложенная вообще, это сложенная из простых. Ну и какие тут, вот из чего она сложена? Вот видите тут, тут в этом одном движении, движение исчезновения, мысляем ничто, ничто, бытие, мы различаем два противоположных, правильно? Назовите их, пожалуйста, одно движение какое-то. Движение исчезновения, мысляем ничто, а противоположное движение? Перехватывается, что мы не сияем. Да, видите, два противоположных движения. Вот два противоположных движения в одном движении. Вы с этим раньше и имели когда-нибудь дело в своей жизни научной? Не имели. Вот два противоположных движения в одном движении называются моментами. И не скажете, что это часть, правильно? Переход бытия в ничто, это не часть становления. А переход ничто в бытия тоже не часть, это моменты становления, моменты. То есть в этом случае на всю жизнь можно запомнить, что такое моменты. Моменты – это противоположные движения в одном движении. Вот вы идете на лекцию. Вы дошли, а некоторые не дошли. А почему? А у них в душе боролись два противоположных движения. Одно движение – прийти на лекцию. А второе движение – не прийти на лекцию. Я сейчас не говорю о причинах, там, мало ли, может человек заболеть, может что-то случится, может человек проспал, там, и так далее. Или проспал, и говорит, уже все равно, что он наперернулся на другой бок. Но боролся, был такой момент, был пойти, и был момент не пойти. Победил, у вас победил момент прийти, а у некоторых товарищей победил момент не прийти. То есть они потерпели тяжелое поражение в этой борьбе. Вы выиграли, а они проиграли. Что делать? Бывает такое в жизни. Если вдруг они придут, мы скажем, ну, все-таки они так, после тяжелой борьбы, изможденные, ну, все равно ее усили, так и не ее усили. Это, разве можно сказать, часть, никак, вот нельзя сказать, часть, элемент, структура. Вот то, что у людей на слуху, и с чем уходит, и в так называемом системном подходе, который модный только в силу своей дубовости и в силу своей недиалектичности, негибкости, грубости. Вот поэтому в головах куски, куски камня, кирпичи, они движения не диалектика, а метапедика. А мы с вами сейчас встали, на какой путь? На диалектический. Мы уже имеем дело не с элементами, а с моментами. Ну, вот у вас рука, это у вас элемент или это момент? Живая, если рука, а у вас живая рука? У вас сомнений нету никакого протеза. Мало ли как бывает, да? Все похоже, и все прям. А что, если живая рука, где она у вас начинается? Попробуйте сказать, где начинается ваша рука, поскольку она живая. Если бы это был анатомический театр, то мы очень просто сейчас раз, вот сюда, это вот рука, а это нога. А если это живой человек, у вас живая эта рука живая, кровь идет, ну где? Откуда она идет? От сердца. Значит, ваша рука из сердца начинается, правильно? Наша кровь-то идет от сердца. То есть нельзя же это оторвать, это не злить никакого. А вы можете пальчиком расширить, или вы там совсем можете? Это откуда у вас пошел сигнал? Из головного сердца. Так значит, она и здесь у вас начинается? То есть рука, можно ее отделить от тела, если она живая? Нельзя ей сказать, что она тут кончается. Да где вы тут проведете какую-то границу? Она неразрывна с вами. То есть вы можете говорить о руке, какая часть себе нехорошо будет, как о моменте. Потому что она движущаяся, и все движение руки, это движение вашего организма. Это ваш организм в виде руки. В том числе. Вот он в виде руки, в виде, так сказать, туловища, в виде ног, в виде головы и так далее. Поэтому, вот это вы поняли, некоторые молодые люди, они просят просто руки у девушки. И это достаточно будет для того, чтобы получить девушку целиком. Так? Почему речь идет только о руке? Ну, можно и не о руке говорить. Все. Так сказать. Почему? Потому что вот это вот грубое такое представление, как будто бы имеете дело, знаете, как раньше в магазинах висело, там разрубнут уши. Тонкий край, тонкий, толстый край, филей. Все это, грудинка, все это расписано. Так не бывает в живой жизни, в реальной жизни. Так может быть только в том месте, где работают наши коллеги, студенты, медики. Они в анатомическом театре режут трупы. А зачем? Это хорошее дело режут трупы. Хорошее. Почему? Вот если вы, не дай бог, попадете в больницу, и вам нужно делать операцию. Вы что хотите, чтобы кто операцию делал? Тот раньше уже на 20 трупах проделал такую операцию, или с вас начнет первый. Вот я бы не хотел, чтобы я лежал, и они там, поскольку я могу и слышать, как они разговаривают, и слышать, где у него тут середенка. Сейчас я бы разрежу, посмотрим, где она. А нет, не здесь вы здесь разговариваете. То есть, это полезная деятельность, деление на части, на элементы, но в живом организме, вообще в живом, движущемся, что нету. Это момент. Поэтому надо запомнить, нам все же есть такое понятие момент. А поскольку музеологи, вы хотите представить то, что было раньше, как живое, вот тут вы, что-то просто черепок там лежит. Нет, вы хотите прямо представить, как его используют, правильно? Что туда наливали, куда его ставили, где грели, а какая была печь, какие были приспособления, ухваты, какие были, да? Вот все это вы хотите представить, движение, вот в этом переходе, вот я в ничто, в ничто, в бытии. Тогда вы музеологи, тогда у вас это сохранение историко-культурного наследства. У вас эта вещь не вещь, а это предмет утвари. Утвари это не ругательство, утвари. Люди творили там, да? Они чего-то творили, готовили, приготовили. То есть вот ваша задача не в том состоит, что вы просто сохраните какие-то объекты. Нет. Ваша задача, и она выражается, вот когда идет пропаганда, историко-культурного наследия, вы должны об этих вещах рассказывать как о действующих. Правильно? Как им пользовались, как изготавливали, сколько они служили, что с этим связано. Правильно? Что это привело нового в жизнь, когда пришли просто от каких-то площадок, уже к камфорам, к вапкам и другим. А если это был, как известно, круг, которым делали ровный, сейчас даже для детей, так выпускают, чтобы тоже они могли делать какие-нибудь ровные горшки. Я пробовал, у меня никогда не получилось. Это такое, никак не освоить меня. Может, вы это не осваивали? Нет. Продаются. Все. И глина есть, и все есть, и круг есть. Ну, ничего бы у нас не получилось, пили бы мы там из рук и молоко, и прочее там. Или какой-нибудь был кожаный там мешок, что-то взяли, курдюк там, подставляли, наливали молоко. Они не могли бы это сделать. То есть, это вот надо представить, как живое. Переходе бытия в ничто, а ничто в бытие. Это очень сложная задача. То есть, Гегель говорит, что вот эта категория, к которой мы пришли, которая называется становлением, это первая истинная категория идеологии. Первая. Начало, начали, начали с бытия, это не истинное начало. Это не истинная категория, это начало. Но истинная категория, первая, это становление. Потому что истинная категория, может, идеалектическая, можно считать только ту, которая выражает противоречия. Становление выражает противоречия, а потом еще не выражает. Выражает только одну сторону. И ничто не выражает, только выражает одну сторону. И вот мы теперь, вооружившись этим знанием и этими названиями, теперь будем разглядывать становление. Что вы можете увидеть в становлении? Вы увидели теперь в становлении два противоположных движения. Это моменты. Мы теперь знаем, что такое моменты, и будем этим словом пользоваться. Давайте их назовем, они же противоположные. Один момент – это переход ВСЕ в НИЧТО в становлении, а другой момент – это переход ВСЕ в ВСЕ, тоже в становлении. Как их назвать? Снова вот момент, потом вы назвали. Как вот вы переход ВСЕ в ВСЕ назвали? Сейчас даже он ракеты новые, Владимир Владимирович, предложил подумать, как назвать. И начали предложение, люди посылали. А я вам предлагаю назвать не ракетой, а просто переход НИЧТО в бытие. Про всё можно сказать, что оно бытие. И про стол, и про стул, и про вас, и про меня, и про оборудование, и про компьютер. Он есть? Есть, значит, он бытие. Всё есть – ничто. Ну компьютер – это же не компот. То есть его можно считать не компотом, что он – ничто. Поэтому каждое бытие – это какое-то ничто. Верно? Вы же – это не я, а я – это же не вы. Поэтому любой предмет, любой объект можно рассматривать как некое ничто. Это тоже всеобщее. Всё есть – ничто. Весна – это не осень, не зима и не лето. А лето? А лето – это не весна, не осень и не дима. И вот это всё. То есть это не другие времена года. Всё это можно представить. Если человек высокий, значит, не низкий. Если низкий, значит, не высокий. Если низкий, то не высокий. Ещё можно представить, как противоположность. Вот поэтому одно у нас название, вот одно движение, не было и стало. Переход ничто в бытие – как назвать? Ну у вас не было и стало, человек появился. Как это называется? Что произошло? Рождение. Ну, похоже. То есть рождение, по крайней мере, с такого же рода не было и стало. Рождение человека не было, человек и стал человек. Это же именно переход ничто в бытие. А в общем случае, потому что, может быть, не только рождение, а всё это. Возникновение. Да, возникновение. Государство возникает. Вещи возникают в ходе работы над ними, в ходе изготовления. Правильно? В любом производстве из сырого материала возникает то, что является результатом, продуктом труда. Возникновение. Переход ничто в бытие называется возникновением. Тут не столько придумывает Гегель название, сколько он ищет в языке, как вот вы сейчас пытались сделать, найти в языке подходящее слово для выражения этого перехода. Правильно? Не было и стало. Было. Ничто стало бытие. Возникновение. А теперь задача противоположная. Было и не стало. Переход в тея, в ничто. Как бы вы это назвали? Исчезновение. Исчезновение вы бы назвали. Можно так назвать. Исчезновение. Но вот у нас в переводах науки логики такой термин применяется как прихождение. Прихождение. Всё приходящее. Ну вот этот компьютер есть у вас вот этот, да? Ну это же всё приходящее, вы наверное понимаете, что всё приходящее. Сегодня есть, завтра сломается. Сначала будет там какие-то элементы не работать, потом программа не будет загружаться. Вообще он старый. Потом я говорю, клавиши нужно нажимать на них, они не срабатывают. В общем, идёт переход быть явным, что компьютер. Сколько лет компьютер? Не знаю? Года три. Сколько? Года три. Года три. Ещё может послужить. А эти десять уже у нас. Много ли у таких компьютеров, которых вы наблюдаете, которые десять лет служат? Единицы. Правильно? То есть, срок у них не велик. Они есть? Есть. Но какое это бытие? Бытие, переходящее в ничто. Это здание. Вы видели, недавно был ремонт? Видели? А ремонт, что пришествовало ремонту? Движение, прихождение. Бытие, то есть, здание стало разрушаться. И тогда, когда пришли рабочие, в соответствии с планом обновления, начали ремонтировать, навстречу этому движению разрушение, которое никогда и не прекращалось, правильно? Оно же всегда прекращается. Даже вот и сейчас, кто закончили ремонт, то все равно пошел процесс приходения. Навстречу этому процессу пошел другой процесс, более интенсивный процесс возникновения. То есть, одна категория – это возникновение, это переход ничто в бытие, а вторая – это прихождение, переход бытия в ничто. А тогда становление можно назвать единством, уже не просто в бытие и ничто, а единством возникновения и прихождение. И это будет такое красивое его изображение, становление как единство возникновения и прихождения. Вот после, как мы это сделали, назвали, у нас получилось становление, это единство возникновения и прихождение. А где бытие и ничто? Мы что-то их потеряли по дороге. То мы как-то сроднились, думали, что будем иметь дело с ними вечно, а они пропали. Возникновение, становление, единство возникновения и прихождение. Не могли бы вы мне указать, где тут бытие, а где тут ничто? Или они вообще исчезли из нашего рассмотрения? Добытые таким непосильным трудом в начале этой лекции, нашим коллективным разумом, куда-то они делись. Смотрите, что у нас есть. Становление есть, единство возникновения и прихождение. А где ничто, где бытие? Покажите мне их, я не верю. А вы видите? Вот мы трое сидели, куда делись, чтобы бытие и ничто. Только что были. Мы же вроде как поняли, что они всегда есть, они навсегда с нами. Они нас не бросят. Мы их не бросим. Только подсказали, уже все. Нет, только есть возникновение и прихождение. Где бытие и ничто? И что вы скажете? Я постараюсь вам помочь. Вот сейчас распространено, среди молодежи такое, такая пресс, как сказать, короче. Только начинают рассказывать, и тут же стало, короче. Еще даже рот не открыл, а уже говорит, короче. Как-то я в прошлом году прохожу по второму этажу. Это группа девушек, историков. Человек 6-7 стоит, и не слышно, о чем говорят. Но зато эти выкрики там, короче, 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 короче. И тут вдруг говорят, короче, у них задача все сократить. Я так мимо проходил, я и не задерживался, но так интересно было. Короче, 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 короче. А что короче? Что вы там укорачиваете? Человек еще рот открывает? Короче. Вы, ну, допустим, я лекцию вам читаю, и лекция планируется у нас на полтора часа. Вы, короче, короче, полтора часа у нас лекция. У нас программа есть даже большая. Мы, короче, не можем. А тут куда делись-то бытие ничто? Короче, куда они делись? Короче, где они? Вот и при вас все это произошло? Вы тоже участвуйте в этом преступлении. Если я это сделал, то вы соучастницей. И отвечать будете тоже по всей строгости законов. Вот пропажу, то есть я нечто. Это что, фокус? Было-было. Сказали, самое простое. Начало. Начало потеряли. И вторую категорию, в которую перешло это начало, тоже потеряли. И я в этом участвовал. Ну, хорошо, вам простительно. Вы студенты, а мне вообще не простительно. Все, все, произошло. Скажите, что они объединились? Надо искать. Если что-то у вас пропадает, что вы делаете? Начинайте искать. Правильно? Начинайте перебирать все, что есть. А тут долго перебирать не придется. Сколько у вас тут объектов? Есть становление, и в нем два противоположных движения. У вас всего два предмета перед глазами. То есть есть становление как целое. И два противоположных движения. Значит, давайте первый рассмотрим, и второй поищем. Правильно? И вот мысль у меня. Если я что-то потерял, это может быть или в комнате, или на кухне, или в коридоре, или в ванной, и так далее. Ну, в крайнем случае, в туалете, если вы туда с этим зашли. Так где еще искать? Больше негде искать. Если кладовка есть, еще кладовку надо перебирать. А здесь у нас проще задача. У нас есть становление как единство возникновения и прихождение. Давайте поищем возникновение и поищем прихождение. Что такое возникновение? Это переход в ничто бытие. Ну, видите, переход в ничто бытие. Вот же ничто. Вот оно и нашлось. Но тем не менее, это переход в ничто бытие. Можно бы так сформулировать, чтобы оно не терялось? Можете сформулировать, чтобы его трудно, легко было находить? Знаете, как бывает? Вы уже его нашли, и вам не хочется снова его терять, а хочется так сделать, чтобы оно все время было на виду. Вот я сейчас переформулирую и это сделаю. Переход ничто бытие – это ничто, запятая, переходящее в бытие. А короче? Что это? Ничто, переходящее в бытие, короче – это что? А? Вы читаете, что написано. Ничто, запятая, переходящее в бытие, короче. Красное яблоко, короче – это что? Красное яблоко, короче – это что? Яблоко. Вот. Золотые слова. А ничто, которое переходит в бытие, короче – это что? Бытие. Что? Бытие. Нет, это ничто. Написано же – ничто, запятая. Какое ничто, которое переходит в бытие? Но если красное яблоко – это яблоко, то ничто, которое переходит в бытие, это ничто, переходящее в бытие, короче, ничто. Вот когда говорят короче, вот мы на самом деле с вами делаем короче. Ничто, переходящее в бытие, это короче ничто. Правильно? Зачем нам нужно это укорачивание? Просто так? Для укорачивания? Нет. Для того, чтобы понимать, что никакого другого ничто в жизни, не только в философии, в диалектике, во всей жизни, во всех, потому что всё есть какой-нибудь переход. Никакого другого ничто, кроме как переходящего в бытие, нет и быть не можно. Это же хороший вывод. Только такое ничто и есть живое, настоящее ничто. А вот с таким ничто, которое было только ничто и не переходило бы в бытие, мы никогда в жизни не сталкиваемся. Это только абстракция. Это мы с вами в самом начале его брали, потому что мы это еще не видели. А сейчас мы уже видим, что нету другого ничто, кроме ничто, переходящего в бытие. Короче, ничто. Когда я говорю ничто, я имею в виду ничто, переходящее в бытие. Правильно? То есть выник на виду. А теперь найдите, пожалуйста, по аналогии с этим, в прихождении. В прихождении. Где тут бытие? Где ничто? Прихождение. Это что такое? Вот видите, как получилось. Мы его так определили. Помните, мы говорили, бытие, переходящее в ничто называется прихождением. Теперь взяли, а уже забыли его содержание. Его содержание это бытие, переходящее в ничто. Короче, что это? Бытие. Вот и что. То есть бытие, жизненное бытие, диалектическое бытие, живое бытие, это только такое, которое приходящее. Вот если человек хочет быть живым, он должен родиться. Если он родится, то он обязательно умрет. А есть способ не умереть? Есть. Какой? Не родиться. Вы знаете другие способы быть? Не умереть. То есть когда мы говорим там о рождении и смерти, это не отдельное что? Нет никакого отдельно рождения и нету никакой отдельно смерти. Есть возникновение жизни и прихождение жизни и все. А вот когда люди выхватывают и начинают пугать людей смертью, это жизнь. А в жизни есть и рождение и смерть. А если вы оторвете, иначе у нас вот такие были. Я когда пришел сюда, в институт по повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук, где я работал на кафедре философии и культурологии. Заведующий кафедрой предложил мне написать рецензию на двух дипломниц. Одна, значит, дипломница писала дипломную работу про убийство, а вторая про самоубийство. И там эпидром было это убийство, что это главный предмет рассмотрения философии, это убийство. А главный предмет рассмотрения социальной философии, это самоубийство. И где-то такие симпатические молодые девушки, одна про самоубийство, другая про убийство. Написали дипломную работу. Ну, вроде бы, есть такие понятия, их самоубийство, есть убийство, но вы их оторвали от жизни, а они получились. Они получились какие-то самодавления, как будто это какое-то целое. Нет никакого самоубийства, есть жизнь, а в жизни бывает все. И жизнь по-разному может заканчиваться у разных людей. Правильно? По случаю, из-за войн, из-за революции, из-за противоправных поступков, из-за случайностей всяких, которые потом разбирают. Как сейчас, вот у нас сегодня день траура. Я, например, однозначно, если говорить о моей позиции, потому что я знал, чем закончатся вот эти высказывания нашего премьера о том, что не надо кошмарить мелкий бизнес. Дескать, даже когда проверяют, то они должны быть только плановыми. То есть, если я буду проверять, вы должны знать, когда я к вам приду. А мы знаем, как делает мелкий бизнес и любой другой. Если я к вам покажу проверять, то вы сделаете стол и конверс приготовите от чистого сердца. Что мы не знаем, что делают эти бизнесмены. Они же подкупают пожарных, подкупают представители Ростехнадзора. И это касается... Вот сейчас нам рассказывают, что там, видите ли, горючий материал. Так оно давно уже введено, это здание в действие, этот культурно-развлекательный центр. Вы что делали? Вы там готовили пороховую бочку для сжигания детей, потому что там вот этот поролон, он горючий весь, он стоит кому-то случайно закурить, и упало у него. Не так вот. Хотя вот видели там двух человек и хлоповую было, они исчезли от молодых людей. Но это дело-то не в этом. Всегда найдутся люди-дураки, которые подожгут, а вот все равно нужна вода. У вас же быть что-нибудь, что вы про огнетушителей читали, вот сейчас пишут портреты. А про огнетушителей что-нибудь читали? Я ничего не читал, ничего не пишут. Трудно было? Западло было купить огнетушителей? Западло. Потому что товарищ Медведев объявил налоговые каникулы для тех, кто занимается мелким бизнесом. То есть творите, что хотите. Не тратьте ни на систему пожаротушения, ни на систему оповещения. Вот у нас, это что такое? Вот скажите, пожалуйста, вот это вот что? Дым улавливается. Чего? Дым улавливается. Зачем вам дым улавливать? Мы легкими его хорошо улавливаем. А это что? Там до такого. И там не было такое, не сделано. Это что такое? Это датчик. Это не датчик, который, если вдруг здесь загорится, даже если вот кто-то будет курить здесь, но закурили. Мы очень близки были к истине. То он, конечно, уловит это. Но только не дым улавливается. Как только он уловит наличие дыма, сразу пойдет сигнал. Куда? На пульт. Кому? То, что вот на этом пульте все точки. В каждой аудитории такой дачи. Вот здесь, потому что мы знаем. Вот в этом здании, в котором мы с вами находимся, я был свидетелем, как горели в аудитории второго этажа, вот второй угол. Там вот есть угол, где деканат. И вот три аудитории горело. И прибегали пожарные, и там вскрывали, вот эти вот, поднимали полы, потому что огонь шел по направляющим. Если бы они не вскрыли, не локализовали это дело, ну это здание бы полыхнуло и горело все. Но они приехали тогда, когда только вот сгорание, непонятно, что произошло. Ну вот уже вот эти бревна горели там под пол. И я вот это просто наблюдал собственные глаза. А не столь давно у нас вот на кафедре, в том же ИПК, доцент была, сейчас она доктор наук и профессор Орлова, Надежда Хаджимин-Дарова, с кафедры культурологии. Она мне звонила, говорит, на колоде, вы не можете приехать ко мне домой. Если похуделся, я не знаю, как она живет, а второе, что это за такой приезд. Она говорит, я сейчас за городом, и услышала по радио, что горит мой дом. Может, вы туда придете, мало ли там что, вот, может, как-то что-то можете там сделать. И вот я приехал, вот, горит дом на Верейской улице. Причем половина дома сгорела до тла. И вот там, представляете, пятиэтажный дом, а внутри этой коробки нету этих пятиэтажей, пусто. И вот я, все квартиры открыты. Когда я вот посмотрел на эту картину, пожарные что делают? Им нужно пройти по всем этажам и пролить воду. Потому что если они вот эту часть затушили дома, чтобы остальное не сгорело, нужно вот пройти, посмотреть, нет, не горят ли вот эти вот шлеги, эти вот самые бревна, которые лежат, деревянные, на которых лежат полы. Если это они будут дальше гореть, дальше все сгорит. Вот они должны открыть все квартиры и все пролить основательно, чтобы все было там, не думать о том, что, ой, вы там замочили. Замочили. Да, замочили. Все замочили. Все сделают, чтобы было пролито, много-много воды. И вот тянут в рукава и все поливают. Заодно я посмотрел и представил, как люди, как дураки, ставят железные двери, думают, что они защищаются. Я видел, как эти пожарные идут. Пожарные идут с болгаркой. Ну, вы представляете, железные двери, там такие вот металлические пальцы, которые, она закрывается ключами сложными, противоударными, антивзломными и так далее. Щит броневой и прочее. Подходит пожарный, открывает. То есть он сразу пропиливает, вот где эти все штуки, где эти все дорогие замки и ненужные эти все двери. Я после этого держу вот эти две картонные двери у меня. Ну, в случае, если какой-то пьяный привалится к двери, он не упадет. Потому что дверь все-таки есть. А вообще, их открывать, двери открывать. Тем более, сейчас, если к вам кто-то рвется в дверь, что нужно кричать? Какие слова? А? Пожар надо кричать, тогда вы выскочит. А если вы скажете, ой, караул грабят, тогда сейчас смотришь, там закрывают. Ну, вот это я посмотрел. И второе. Вот квартира этой на деле Казахстана Орловой. Очень хорошая, однокомнатная квартира, кухня, ванная. И вот эта ванная без стенки. Стенки нет. И дальше, вот это пустое пространство, там 100 метров, это вот другая часть дома, на ней все закончилось. Вот, как говорится, бытие строго отделено от небытия. Вот этой вот отсутствующей стенкой ванной. А все остальное у нее, все в порядке. Позвонил, говорю, вообще счастливый человек. Я самого не видел. Чтобы вот все было, все в приятном положении. Ну, все мокрое, конечно. Пол весь мокрый, тут вода. В другом вот. Они остановили пожарные. Ну, это когда грамотно действует пожарные. Пол дома сгорело. Пол дома не сгорело. Ну, а тут пожарные сигнализации отключены. Надеюсь, она сама включалась. Ну, надо потратить деньги, отремонтировать ее, чтобы она просто так не включалась. А зачем тратить деньги, когда у нас объявлено медведевым индульгенция от проверок? Это значит налоговые каникулы. Каникулы налоговые, налоговые каникулы запрещено проверять. А я вот видел по телевидению, например, показывают, как была в большом магазине. Типа Петерочки. Не помню в каком. В крупном. И там показывали, что вот есть куры, которые зеленые уже. Они лежали, лежали, и вонючие их достают из этого полиэтилена и полощат его в воде с хлоркой. И они становятся какого цвета? А были желто-зеленые. Они становятся беленькие, хорошенькие такие. Вот эти хорошенькие в хлорке. Выбеленные. Достают. Полиэтилен. Ставят дату. И старушкам. И поменьше цену. И старушкам продают. И тут приходит весь в белом Дмитрий Анатольевич и говорит, не надо кошмарить бизнес. Кошмар. Вот когда люди горят. Горят. Это кошмар. А бизнес не надо кошмарить. Лучше пусть погибнет тут 64 человека. То есть они погибли из-за вот этой вот, вот такого. Это уже не первый раз все время. Освободите, освободите. В Москве стали убирать эти ларьки на ларьке. Там полыхнет, все будет гореть. И из метро не выйти. В метро миллионы ходят людей. Все метро забито. Если сам был ларьками. Не пройти. Начали убирать. Освободили. Легка. Это было вообще в Москве. Если подойдет. Ларьки поставили на Красную площадь. Однажды приезжают там ларьки стоят. Вся Красная площадь в ларьках. Ну просто. Причем ларьки красивые такие. Сам по себе. Так. Значит зелено-золотые. Такие красивые. Металлические стоят. И вся площадь в ларьках. Ну это вообще кошмар. Конечно. На фоне там Василия Блаженного, Кремля. Пасха, Башня, Ларьки. А вы не помните у нас был? Чтобы не кошмарить мелкий бизнес. Чтобы мелкий бизнес не нашел бы. Пустые пространства. И там бы делал. Коток у нас коток был на Дворцовой площади. И чем кончилось? Отпилили этих самых орлов. Решетки. Один товарищ предложил. Говорит. Давайте сделаем вторую решетку. Наделаем орлов. Пусть отпиливают себе. Как на сувенир. И дайте пилы. Пусть отпиливают. Ну что? Это вот историческая площадь. Ну как эту историческую площадь превращать в коток? А на Красной площади вы не были в Москве, когда там коток? Я был. Это омерзительное дело. Ну что? Это Красная площадь, где парады проходят. Где брошены были знамена этих самых фашистских. Помните? Стандарты всякие. Ну как музеологи. Да вы это знаете. Вы когда смотрите на Красную площадь. Это наша история. И вот и тут катаются на коньках. Что, нет места больше в Москве? Ну что, нет Ленинских гор? Ну катайтесь там. Что, трудно залить пространство? Вы еще прибавили две трети в Москве. Что, мало площади? То есть это вот, если мы только такую категорию две рассматриваем. Это знамение и прихождение. Потому что всякое бытие приходящее. Ну то есть все горючее горит. А мало того, там стенки в этом из чего сделаны? Вот сейчас вот в газетах уже как-то об этом меньше пишут. Стенки сделаны из такого пластика. Из горючего пластика сделаны. Причем не просто из горючего, а который выделяет такой яд, что вы несколько раз вдохнете и умрете после этого. Ну разве можно, это кто-то должен был продавать такой облицовочный материал. Это кто-то делает. Мелкий бизнес. Бизнес состоит в том, чтобы продавать то, что в случае горения, это может вспыхнуть пожар, да в любом же доме. У нас был генеральный директор Светланы. Погиб у себя в доме. У него пластиком было обито. Начался пожар. Ну пожар какой-то. Взяли тряпку мокрую, выдрожали, положили, так сказать, народ. Дышать через мокрую тряпку и ничего. Ну если у вас этим пластиком обито, вы через 4 вздоха умрете. И так вот там, в этом самом развлекательном центре прямо мужчина с ребенком валяется. Вышли, вдохнули и все. Кто их отравил? Те, кто продавал этот пластик, кто устанавливал пластик. Ну вы, наверное, знаете, что получить разрешение на строительство – это целая история. Значит, одни деньги давали, взяточники получали за то, чтобы этим пластиком. Тут это не случайность. Это вот увлечение этим самым мелким бизнесом, который позволит ему делать что угодно. У АОН, между прочим, как написано у Марка в «Капитале», «Капитале», это Марк цитирует другого товарища, что если капитал, он там имеет большую прибыль, он начинает становиться оживленным. А вот если 300% прибыль, норма прибыли, он готов пойти на любое преступление, на любое. В чем вы там ищете теперь причины? Если, так сказать, людям позволили получать прибыль любым способом. А любым способом каким? Да им эти люди... А вы что, не помните историю с боярышником? Что такое боярышник? Вот вы пойдите в аптеку, просите боярышник, будет на что только боярышник от сердечника. Люди специально взяли такое название, чтобы привлечь алкоголиков, чтобы их деньги взять, алкоголиков. Ты что, алкоголики выпивают этот боярышник, и тогда стоишь, смотришь на окне, стоят два болотчика, два этих самых, две бутылочки боярышника. Выбивали. Но если назвали боярышник, значит, эти же алкоголики думают, что это боярышник. А они что написали? Они для проверочных написали, что это жидкость какая для чего? Боярышник. Помните, была эта история год назад? Отравили. В Томске? В Иркутске. В Иркутске. 70 с лишним человек отравили на Мерку. Это еще эти не дошли до этого. Тут 64 человека сейчас насчитали. Может, еще больше выяснится. А там 70 с лишним человек погибло. В автомате человек бросает деньги, оттуда выскакивает, как у нас. Стоят внизу автоматы, только у нас там кофе, кисель. А если кто-то стоял, боярышник человеку, как, набрал, скажет, хороший напиток, просто все готово. И этот боярышник делали. Сначала на этиловом спирте. Жидкость для ванн. Ну, все знают, что покупают люди. Кто это, для ванн, что ли, эти алкогольники приходят покупать? Совершенно ясно, что это для... Как палитуру продавали в советское время. Палитура. Которая вот так потом закладывали. Как водку закладывали. И в автомате сразу получает, тот же умирает. А потом, он был сначала на этиловом спирте. Говорит, так это дорогой этиловый. Давайте метиловый спирт. Тоже же спирт? Спирт. А на метиловый спирт я. У меня дядя работал каталем на кирпичном заводе Красная Звезда. За Орсен. Вверх по Неве. Разгружали спирт метиловый. Но они не знают, что метиловый, что этиловый. Спирт, спирт. Оставили ведро спирта себе. Шестерок. И это ведро распили. В итоге распитие это ведро спирта. Значит, четверо человек мертвые, в том числе и мой дядя, а двое ослепли. Живые. Но навсегда ослепли. Это яд страшный. Вот этот страшный яд был заложен в эти автоматы и называлось это боярышник. И вы вот какое сделаете? Давайте в аптеке не продавайте боярышник. В аптеке тут при чем? И боярышник тут ни при чем. Назвали специально боярышник, чтобы люди думали, что это лекарство. Ну, лекарство, ничего страшного. И вы, лекарство для выпьет, ничего страшного. И что? Наказали их? Вы слышали, что вы их наказали? Видите, что это? Еще тишина. Убили 72-х человек. И тишина. А смертной казни у нас нет. А почему? Потому что мы гуманисты. И этих 72-х человек нет. Их же не вернешь. А это живое. И зачем же его наказали? А Ленин говорил, что смертную казнь пусть отменяют господа убийцы. Убийца, если отменят смертную, если он не будет никого убивать, его не будут приговаривать к смертной казни. А как это получается, что вот вы выйдете, но вы не выйдете, я выйду. С вами будет все хорошо. Я выйду, меня убьют. Он знает, что если он меня убьет, его не казят. Каждый убийца знает это. Он законный наш знает сейчас. Что у нас моратория на смертную казнь. Мы с ним в неравном положении. Я, естественно, никого не убиваю. И его не убиваю. Он, если затеет меня убивать, он меня убьет, он останется жить. А мои родственники будут его задержать всю жизнь оставшуюся. И на содержание этих вот убийц серийных, которые там женщин изнасиловали, убили там 80 человек, 100 человек. Я не знаю, сколько надо убить вообще людей. Причем этот битцевский маньяк, тот убивал только знакомых. Пойдемте погулять в битцевский лесопад. Ходил он с молотком и с бутылкой. Потом гуляет только со знакомыми. Не знакомые, не ходил. Ну, знакомые, еще не друзья, но знакомые. Идут гулять, разбивают голову молотком. И туда, наверное, все бутылку и в люк. Человек растворяется. Могли найти. В люке растворяется так, что ничего не остается. И что? Вот идет суд. Судья спрашивает. Ну, вот вы убили 50 человек. 54. Тот говорит, я не 54, я там 100. Не знаю, говорю, судья. У меня по моему процессу идет 54. Вы грузите в другой суд и там разбирайтесь. У меня 54. Зачем вы это сделали? Я после этого все лучше чувствуюсь. Вот человек говорит. У нас был такой Валерий Николаевич Саготовский, заслуженный директор науки. Доктор Филосовских наук. Который, даже в животном мире такого нет, чтобы просто убивать. Ну, это вот если бесятся какая-нибудь леса, да, или кто-то, это понятно, то есть бесились. А если живые, они убивают, что его съесть. Волк убивает зайца не потому, что он злой, а потому, что он морковку не ест, капусту не ест. Предлагать ему не надо этому волку, никак. Поэтому он должен убить кого-то. Или волчица у него, у него малые эти дети, у этой волчицы, она бегает, она должна какую-то курицу найти, какую-то живую должна обязательно заведовать. Но они ищут себе корм, а не то, что они убийцы, ради того, чтобы убить. А здесь все. То есть у нас все подготовлено. Убийцы у нас под защитой государства. Мелкий бизнес, который делает бизнес на то, на жизнях людей, под защитой государства. Дескать, не надо его проверять. А если проверять, то только вот строго в эти дни. А надо, наоборот, специально приходить тогда, когда их никто не ждет, чтобы посмотреть, что у них происходит, не тогда, когда они знают, что к ним придет, а что с ним происходит, что происходит в обычное время. Это же правило всякой нормальной проверки. Проверка внезапная. Правильно? Пришли и узнали, что на самом деле у вас творится. Пришли и узнали бы в любой день, что там закрыты комнаты, то, что уже у нас открыто, там закрыто, входы все закрыты, сигнализация не работает. Этих самых огнетушителей нет. В прошлом году делились по радио. Значит, товарищей о том, что вот собралось, так сказать, в одном оживленном месте, было много-много машин, находилось одно время. И один автомобиль загорелся. Тут же коллеги выскочили с огнетушителем и побежали помогать. Ну, все, счастливый случай. Из всех этих там десятки было, десятки было людей с огнетушителями. Из этих десятков огнетушителей сработали два. Это люди купили, возили в своей машине. Вот эти самые огнетушители. Они не работали. Два сработало. И потушили этими двумя. Машину спасли. И людям, так сказать, все, успокоились. Но два только человека. Ну, этот у хозяина тоже не работал. Он пришел, думает, что-то задымилось. Раз, пришел. Щелк-щелк-щелк. Ничего. Второй подошел. Да, сейчас мой. Пум-пум-пум. Ничего. Третий. Ну, что, сделали что с теми, кто производит такие огнетушители? Как вы думаете? Нет. Вы слышали, чтобы наказывали тех, кто производит плохие огнетушители, которые они работают? Нет. И сейчас вот вы думаете, это все, это шум, трава. Вместо того, чтобы беспощадно наказать вот этих чем негодяев, начиная с тех, кто принял главное это здание. Как вы приняли? Потом, у меня у самого есть внучка и с ней вот сын ходит. В какое здание они ходят на батут? Производственное. Оно не приспособлено для этих целей. Производственное здание это там, чтобы краны ходили и чтобы там, так сказать, железо лежало и какие-то предметы промышленного типа. Они для того, чтобы туда. Там не выбраться быстро. Люди не выберутся. Или вы помните, как у нас отразились хлоркой в этих бассейнах? молодые ребят. Потому что перехлорировали воду. А им-то какая разница? Деньги они получили за то, что они в бассейн пустили. Деньги пришли, а это чертим. отравили легкие люди. Сожгли. И что? И что из этого сделали? А я как бы никто не замечать. Ну, если кто умер, так я уже не вернешься. Что о нем говорить? А этот живой. Пусть дальше бизнес свой продолжает. Чего уж говорить. Вот у нас отношение к рецидивистам какое. Если человек совершил преступление, значит, есть предположение, что он может снова совершить. В частности, есть точная статистика, что значит, преступление педофилов как правило сопровождаются рецидивом. 80% этих самых преступников, педофилов, снова повторяют то же самое преступление. Надо их выпускать или нет? Досрочно. Досрочно выступают, придумали условно-досрочное освобождение. То есть, дают, допустим, 7 лет, а через 3,5 года за хорошее поведение. А у вас в тюрьме хорошее поведение, потому что в тюрьме никого не смогли, ни на кого напасться. Очень хорошее поведение. Вы выпускаете очередная жертва и дети. Очередная. Гарантия. 100%. Ну, не то. 80%. 80% гарантии. И что делают? Ну, вот, такой был разговор, что надо это вот по отношению к тем, кто такие преступления совершил, это отменить. Чем закончился разговор? Узнать нельзя. Вот я, ну, как бы, в силу преподавания своего, я читаю там российскую газету, коммерсант. Нет, не знаю. Это надо какие-то изыски делать, искать. А что же там делается в этой области? Мы хотим с вами представить все, даже черепки, как живые. А нам представлять живых, как будущих мертвых. То есть мы это прихождение, о котором мы сейчас говорим, мы это наблюдаем. Вот что сейчас произошло в Кемерово? Прихождение. Что, мы не знаем, что там в Кемерово? А что там в шахтах делается? Какие там страшные вещи? Специально отключают датчики дымоволовителя, чтобы не остановили работу, потому что нищенская зарплата у этих самых шахтеров. Иногда шахтеры сами отключают. Но это должно быть неукоснительно, чтобы они работали защищенными и так далее. Почему у нас не добывают прогрессивным методом уголь, когда берется гидроуголь, когда заливают водой, там никакого метана не взорвется, ничего. Эту пульку наверх поднимают уголь с водой, вода уходит, остается уголь. Вот этот уголь грузи и вози. Нет. Мы будем идти туда, где есть пласты, где есть метан, где метан взрывается и где погибают люди. У нас, шахтеры, погибают постоянно. Колоссальная смертность на производстве. Колоссальная. Об этом не говорят, не пишут. Как будто это только в развлекательных центрах. Просто есть такие места, где это на поверхности, а где они на поверхности. Вот есть шахтеры погибнут. Шахтеры, если погибнут, сколько ему заплатят? Семье. Сколько заплатят? Слышали такое, что вдруг кто-нибудь заплатил? Нет. Слышал, если он планирует, шахтеры погибнут, сколько ему дадут? Семье. Ну, дадут 40 тысяч, и будет здорово. На похором. Могут оплатить похором. А если вы едите на самолете, я разумею, потому что я летал, видите ли, я не хотел отдыхать около Байкала, в России, а решил полететь в Египет. Ленинградский самолет летел, Ленинград. Его подбили, а раз это был, я в турпутек, по турпутеку летел, 2 миллиона семье выплатит. А чем моя семья лучше, чем семья того самого шахтера? Ну, чем? Тем, что я летал отдыхать в Египет, а он там отдыхает у себя в шахте. Ну, вот, так сказать, такие тут. То есть мы с вами взяли, что такое самые простые категории? Это самые применимые категории, они везде. Везде. Вот, или идет возникновение, или приходит, или одновременно идет. Люди рождаются, а в это время другие погибают. Иногда естественные смерти, а иногда вот такой насильственные, что мы наблюдаем сегодня. Перерыв. Продолжение следует...